Олег Семенович, мы от души поздравляем вас с юбилеем, желаем творческих порывов и прорывов, ну, конечно, здоровья крепчайшего, и, я надеюсь, еще не менее 68 книг от вас мы увидим. Писатель Олег Бундур любит не только принимать, но и дарить подарки, и делает это с удовольствием. Нам на память его сборник стихов «Каша с видами на море». Он автор 68 детских книг, его стихи и рассказы включены в 74 сборника. А общее количество произведений и сосчитать трудно. Врач по профессии, писатель по призванию. Более 40 лет он живет и творит в Кандалакше. Я написал первые стихи в 7 классе, а врачом я стал хотеть. Хотеть в 9 классе после фильма «Коллеги», если помните, это фильм о молодых врачах, которые поехали в глубинку, и там, ну, всякие подвиги врачебные совершали. Практику врача-психиатра Олег Семенович многие годы совмещал с творчеством. Несчастье людей, столкнувшихся с зависимостями, работа в комиссии по делам несовершеннолетних, пережитая в детстве долгая разлука с родителями. Все эти горести он сумел переплавить в теплое послание детям и взрослым. Доброта, забота, дружба и поддержка – рецепт счастья от доктора Бундура. Его книга «Как воспитывать папу» стала бестселлером. У меня больше всех стихов в России написано о семье. Это однозначно, и все 24 или 25 поэтических книг, так или иначе, связаны с семьей. Книги Олега Бундура издаются чаще всего в Москве и Санкт-Петербурге. А произведения о Севере и Арктике переведены даже на китайский язык и включены в Золотой фонд детской литературы. Вдохновение дарят поездки. Когда закончилась врачебная практика, настало время для путешествий. Одно из самых любимых мест – Терский берег. Я вот в этой Чавоньке больше всего пробыл времени, ходил в тундре, ходил по реке Чавонька, туда вверх по течению, далеко-далеко уходил. Вплоть до того, что когда первый раз увидел медведя, идет, он прошел мимо меня. Говорит, не волнуйся, я по делам иду. В заполярной отдаленке настоящая жизнь, настоящие люди, делится Олег Семенович. Ими хочется восхищаться и бесконечно любоваться бескрайним морем, зимой и летом взглядом уноситься за сотни километров. Еще одно место притяжения – острова Кандалакшского заповедника. Я трижды родин звонил на неких заповедных островах Беломорья, ну и в Арктике три с один день провел на трех атомных ледоколах, ходил в Северное поле, в Северноморской путь. Арктика стала не просто новой темой в творчестве, но и бесконечной любовью. Ледяные просторы, ледоколы, обитатели макушки планеты – об этом и не только. Книги в гостях у Белого медведя, загадки и тайны Арктики, Царское море. Главный их секрет – искренность. Даже сейчас в эру компьютеров Олег Семенович пишет от руки. Каждое утро работает несколько часов, рукопись переписывает четырежды. Говорит, слово нужно прожить, только тогда оно обретает силу. Вот когда мне присылают что-то посмотреть, особенно прозу, я сразу вижу, что это на компьютере написано, оно чувствуется. В свои 75 Олег Бундур полон творческой энергии, готовит к изданию новые книги. Все это требует сил, а заряжает писателя энергии супруга Елена. Она и оберег, и опора, и муза, и первый читатель всех его стихов и рассказов. Конечно, нелегко, конечно, нелегко. Я думаю, что каждый творческий человек, он обладает какими-то своими такими особенностями, которые на него профессиональная его деятельность накладывает. Поэтому, да, ну, справляемся. Не спроста книги Олега Бундура стали объединяющей силой для детей и взрослых. Их ищут, их читают, с ними смеются и переживают. В этом доме тепло, и все по-настоящему. Нас Елена Васильевна, едва дав интервью, просит выключать оборудование и садиться за стол. Без чая в этой семье гостей не отпускают. И правда, самое время поговорить по душам. Енина Морозова, Максим Чинкин, ТВ21+.